Итак, в том контейнере у меня оказалось 5 килограмм 900 грамм. Сейчас я где-нибудь себе это помечу, потому что я писала вообще в другом месте. И сейчас мне надо прям подвигать, чтобы туда залезть. 5,9 кг. Так, значит, приступаем ко второму коробу, но сначала его нужно откопать. Я здесь на днях распаковывала коробки, наводила порядки, в общем, все на стеллаже. И у меня было 6 коробок, я уже так не люблю эти коробки картонные. И я просто подоставала пряжу упаковками из этих коробок, разложила на полочку. Вот, осталось у меня всего 2 коробки. Мы сейчас разберем сначала полку. Ой, я нашла слоню. Сначала полку, а потом доберемся как раз-таки до самого контейнера. Так, я не считала в эти 5,9 кг то, что я собираюсь отдать. Там около 3 кг акрила я отложила в пакет, по-моему, 3 кг или 2. И та пряжа, которую я собираюсь просто выбросить, да, потому что она испорчена и ужасно. Я ее тоже, конечно же, не считала. Так, погнали. Здесь будет очень много красивого хлопка, поэтому кто такой же фанат летней пряжи, как я, берите платки, будем подтирать слюни. Так, поехали. Значит, я сама, когда распаковывала эти коробки, я уже успела позабыть, что у меня здесь не хранится. Очень жалко, что мне приходится хранить это все в пакетах, но ничего страшного, да. Когда-нибудь я дойду до этой покупки, докуплю эти контейнеры киевские. Я пришла к выводу, что у меня как раз-таки те, которые побольше. Вот мне пущу, наверное, штуки 4. Хотя уже сомневаюсь. Запасы мои растут в геометрической прогрессии. Значит, это Vita Cotton Charm. Все, что я здесь буду сейчас показывать, это все приходило в мир вышивки и пряжа Су. Самые последние посылки. Что-то успела даже уже прийти после того, как я начала записывать видео. То есть, я начала и пряжи стало больше. Значит, это Vita Cotton Charm. Такую пряжу я уже вам показывала в своих запасах. Остатки. Цвет такой пыльной розы 46-15 цвет. Я не буду распаковывать, хотя на самом деле в этом есть ничего сложного. Но мне немножко жалко времени своего, потому что я бы хотела еще сегодня поснимать кое-что из мастер-классов. 100% хлопок. Это я искала идеально розовый на сердечное платье. На себя, на взрослую тетеньку. Цвет, сказала, 41-65. Это 100% хлопок. Мекстеризованный, толстенький, на 50 грамм, 106 метров. У меня целая упаковка. Но сердечное платье я буду взять из другой пряжи. Дальше. У меня есть 10 морков. Пряжа Landish. Она у меня приходила уже давновато. Нет, но мне нужно под хлопок 100% откупить в этот раз в какой-то контейнер. Значит, пряжа. Мне это очень понравилось. Когда-то я покупала на пробу два мотка в ЦУМе. Разноцветных. И, повязав образцы, забалдела от нее. Она классная. Есть на канале обзор. Цвет очень красивый. Такой ледяной голубой. Называется он бледно-голубой. Здесь на 50 грамм 115 метров. 100% микстеризованный хлопок. У меня его 10 мотков. То есть, полкило. Ну, тоже. На какое-нибудь платье с пиццами, допустим, на четверку как минимум. Можно вязать смело. Я не помню, как я там вязала в обзоре. По-моему, тоже на четверке. Короче, полкило должно хватить. Если сильно не выпендриваться, не размахиваться, никаких уланок не вязать. 10 мотков хватит даже на меня. Значит, из последних. Вы смотрели вот последний обзор. Вот эту пряжу уже видели. Это кобле 100% хлопок от производителя. Кутнор. Цвет. Пакет, блин, не передает. Ну, вот сейчас на камере я его таким, конечно, не вижу. Но мне отсвечивает солнце еще. Значит, это 100% хлопок. Здесь на 50 грамм 165 метров. Цвет у меня 51. 10 мотков. Брала на пробу, потому что с кутнором я вообще не знакома. Мне очень было любопытно это все попробовать. Дальше. 9 мотков пряжи. Сиам Эйджио. Правильно говорить. Тащилась я, да, в последних покупках от этой пряжи. Она такая наподобие шнурка. Но на самом деле это просто двойное плетение. 100% хлопок 50 грамм 115 метров. Цвет этот 28-й. 9 мотков. На плечевое изделие с коротким рукавом. Так. Дальше. Ой. Вот такая пряжица кутноровская. Бетти называется. Она тоже 100% хлопок. Вдарилась я, да. В лето уже. На 50 грамм здесь 125 метров. Ну и поэтому мотков здесь всего 8, да. Очень яркий цвет. Номер. 223. 0023 он на сайте. Это с пряжи Су приходилось. 100%. Так. Дальше здесь лежит 2 упаковочки вот такого цвета. Мне казалось, что он бледно-розовый. Но он на самом деле это какой-то между персиком и песочным. Это Белла 100% хлопок опять же. Цвет номер 613. Я, как говорила, думала, что это будет розовый цвет. На самом деле он не такой. Поэтому он немножко не подходит мне для той задумки. Но я уверена, что я найду ему применение. У меня полкило. Потом. Ализе Бахар. Очень красивый цвет. Леша там сходит моя с ума. С собакой рассказывает. Очень красивый цвет. Это 100% хлопок. Есть на канале обзор на эту пряжу. Я брала всего 3 мотка. Потому что уверена, что мне их хватит на какую-нибудь типа майку. Может быть, даже совсем без рукавов. Здесь на 100 грамм 260 метров. Цвет у меня, кому интересно. 18-22. Очень летний. Вообще супер просто. Как по мне. Значит, 260 на 3. Это 520-780 метров. Хватит. На майку это 100% хватит. Даже с моим объемом груди. Дальше. Ой, ой, ой. Здесь лежит по пути вот такая пряжица. Это, конечно, не 100% хлопок. Но это полухлопок. Некоторые люди мерзлявые ходят и летом в полухлопки. Это Ализе Коттон Голд Плюс. Это 50% или 55%. Я уж, к сожалению, даже не вспомню. 50. Как назло. Слушайте, где-то вот там запрячется. 55% хлопка. 45% акрила. Цвет номер 62. Очень красивый цвет. Такой классика жанра в моем понимании. Поэтому, когда я его выбирала, у меня не было конкретной задумки. Я выбирала его просто потому, что знала, что я однозначно что-нибудь из него когда-нибудь свяжу. Так, мне тут, честно говоря, так неудобно. Просто рабочий сумм, на котором я сижу и снимаю, да, он очень много весит, и его отодвинут целая проблема. Значит, такой бомбический цвет пряжи Сиам Хавайи, Гавайи, стопроцентный хлопок. Тоже из последних, 317 цвет. На 50 грамм здесь 120 метров. Обалденный цвет. Я просто готова на него очень долго-долго смотреть. Вот. Но что смотреть, надо вязать Алина. Вот. Поэтому у меня здесь 9 мотков на, опять же, на какое-то плечевое изделие. Потом эгитто. Стопроцентный хлопок здесь тоже около 120 метров. Свет вот такой бледно-лиловый. Уже доставать не буду, потому что вроде пока неплохо лежит и не вываливается. Целая упаковка, полкило. Дальше. Опять же, из последних, желтый, вот такой цыпленок. Это у меня Бэйби Коттон 100% хлопок 180 метров в 50 граммах. Опять же, Кутнор, да? Красота какая! Ах, посыпалась! Так, секунду. Вот тут у меня уже пошла фантазия. Просто распихивала в разные упаковки. Это у меня пихорка нежная. Это полухлопок, ярко-голубой цвет, 172-й. Мир вышивки присылал. 50 на 50, и вот не помню. Не хочется же расклеивать. Да, 50 на 50. Здесь на 50 грамм, 165 метров. Так, мальчиковый, такой яркий цвет. На камере сейчас я вижу его не таким, но... Вот Максику что-нибудь я свяжу. Потом. Блин, надо будет что-то придумать с этим. С тем, что у меня ничего никуда не влазит. Так, может быть, когда мы будем разбирать последний контейнер, у меня там очень много всяких клубочков. И, наверное, их надо определить в какую-то коробку картонную, да? Чтобы не занимали место. Там тоже у меня 100% хлопка еще достаточно много. И, возможно, это все туда уйдет. Так, значит, это у меня Лилу. 100% микстеризованный хлопок на 50 грамм, 125 метров. Витакотон, Лилу. У меня его 2, 4, 6, 8. Вот еще одна нежная. Кстати, вот и распаковывать не пришлось, да, Алина Васильевна? 3,5 спицы рекомендуют. Хотя я бы не сказала, конечно. 3 моточка крокуса. 2 перемотаны. То есть еще 2 есть, да? Здесь на 100 грамм 160 метров. Пряжа мне изначально не... Ну, не то, чтобы не понравилась. Она классная. Но что из нее вязать, я понятия не имела. Я, конечно, могу включить фантазию. Но вот я имею в виду вещи, которые мне в данный момент необходимы. Каким-то боком. Вот, но после того, как я забомбила спицевый образец, я прям что-то как будто даже влюбилась в эту пряжу. Хотя по-прежнему не понимаю, что из нее вязать. Она двойной мерсеризации. Об этом, кстати, здесь не сказано. Цвет Нептун. Вот, у меня все полкило, просто здесь 3, а еще 2 перемотанных. Потому что снимаю обзор на эту пряжу. Так, и 600 грамм. Вот такой пряжи. Это пихорока весенняя. Ярко такого голубого цвета. Опять же, не такой на камере он, конечно же. Называется он Льдинка. На 100 грамм 250 метров. 600 грамм у меня. Это много. Полторы тысячи метров. Можно даже прямое платье слизать. Не сильно длинное. Без всяких там выпендрежей. Даже ажурчика немножко запустить. И вот такая отряжется. Вид такой центарион. Это хлопок свискозы. Тоже уже видели вы такую пряжу на из запасах. Цвет это 4553. Сливочный цвет. Там мне в комментариях написали, что именно этот оттенок не очень удачный. Не очень удачный для того, чтобы показать, насколько шикарна эта пряжа. Я с вами на 100% согласна. Потому что пряжа реально очень классная. Но здесь оно как-то сливается. Обычно это намного более ярко выражено. Блестящая вискоза с матовым хлопком. Так. Надо мне сделать паузу для того, чтобы выковырять контейнер. Так. Наверное, я все-таки немножко продолжу. Потому что я, честно говоря, не понимаю, как мне тут рокировку такую сделать. Чтобы положить все как-то вот как положено. Как я и хотела. Летние с летней пряжей. Зимние с зимней. Что же мне сделать? Так. Давайте я вам еще немножко летний покажу. Это у меня пряжа Alize Diva Silk Effect. Цвет 167. В начале, в первой части видео показывала трематочка такого цвета. Пока снимала видео, мне пришла посылка еще с целой упаковкой такой пряжи. Так. Ну и, наверное, сейчас я это все посчитаю. Уберу со стола. И мы с вами, девочки, посмотрим еще контейнер с полушерстью. Потому что там я смогу тогда, да, на этот контейнер выложить всю шерсть. Короче, я тут немножко завалилась. Немножко завалилась я пряжей. Вот. Поэтому сейчас я вернусь. Итак. То, что было вот перед этим, да, я посчитала. То, что было перед этим вот показано, это было 8 килограмм пряжи еще. Да, я помечаю. Я отложила пока на комод, потому что надо, наконец-то, уже довести до ума порядок этой пряжи. Так. Ну и погнали теперь дальше. Это будет контейнер, наполненный полушерстью. Здесь в основном пряжа я лизала на Голд Классик. Любовь моя навеки, да. Буду просто говорить цвета, потому что нет смысла. Да, мне каждый раз горит состав, метраж, потому что это в основном одно и то же. Хотя там есть еще и всякая другая пряжа, по-моему, на дне. Лана Голд у меня много. Я ее люблю. У меня есть отдельно, вы видели, вот в предыдущих частях упаковка на пряжи. Тут, возможно, что-то тоже есть упаковка, но пока я точно сказать не могу. Так, значит, первый цвет. Это вот такой красивый изумрудный цвет, или это петроль, по-моему, называлось. Цвет 640. Раньше в Лане Голд была другая петролька, и она мне нравилась больше. Но что-то по осени меня пробило на такие зеленые цвета. И я выбрала у Наташи. Здесь Лана Голд, это, опять же, магазины, да, предоставляли. И Наташа тоже магазин, просто что там это крупная магазин, а здесь это индивидуальный предприниматель. Значит, 3 маточка пряжи. Это на 100 грамм 240 метров. Есть на канале обзор на эту пряжу. Это полушерсть. Мною любимая за то, что она стабильная и надежная. То есть она такая, какая она есть. От нее не стоит ждать никаких чудес. Но и в то же время она никогда не подведет. Ну, по крайней мере, меня не подводит. Очень часто пишут, что изделие растянулось. Зачем вы его парили? Зачем вы его стирали в машинке на 60 градусов, да? Ну, просто потом диалог заводишь, да? Почему? Ну, не знаю, может быть, потому что я на тройке поутюжила. Конечно. Естественно, поэтому. В общем, тщательнее читайте рекомендации производителя. Я, конечно, стираю свои изделия из Лана Голд в машинке. Но это ручная стирка, да, бережная. В этой стирке нет никаких тяжелых предметов. Я не стираю это с джинсами. У меня стирка вязаных изделий проходит вместе. То есть я стираю, стараюсь все вязаное закладывать в одну стирку, наручную стирку. Ставлю на режим, да? И стираю. Значит, этого у меня 300 грамм. В основном здесь всего, наверное, будет по 300, потому что я вязала по осени, если помните, комплекты всякие на продажу. Хотела снова доработать миллионы. Ну, у меня бывает, да. Так, вот такой темный-зеленый цвет. Это такой темный лес какой-то, да. Цвет номер 426. Хотите, буду показывать поближе. Тоже у меня его 300 грамм. Вот такие зеленые цвета. Мне нравятся. Тоже 300. Так, дальше. Здесь у меня лежит, смотрите. Alize Lona Gold Fine. Опять же, да, Lona Gold. Смотрите. Alize Lona Gold Classic. Alize Lona Gold Fine Classic, да. Вот Classic, это значит, что пряжа однотонная. Потому что есть же еще батик. Ой, и что-то у них еще есть. Как-то по-другому называется. Но далеко не во всех позициях. Этот цвет 182. Остался у меня целый мотор. Я, правда, его докупала на жакет Данилина школьный. Вязала. Был страх, что не хватит пряжи. В итоге еще вот опять моток остался. И опять я буду его куда-нибудь взвязывать. Ну, какую-нибудь шапку свяжу. Возможно, даже в две нити. И вот сейчас у меня в задумке одно изделие. Я его не планировала. Оно настолько им загорелось, что готово покупать пряжу прям сегодня. Но пока не определилось цвета. Мне надо воочию посмотреть те цвета, которые я выбрала из палитра Lona Gold для этого изделия. Мне надо хорошенько подумать. Возможно, даже повязать образцы из того, что у меня есть. Да, чтобы действительно понимать, что это реально сделать. Вот, Lona Gold Fine один моток. Так, у меня тут очень много перемотышей. Но эти перемотыши, они как раз таки на те работы, на которые я буду или короче вязать в ближайшее время, или уже буду по осени, потому что, ну, сезон заканчивается и, допустим, ну, в тех же варежках в большом количестве. Вот я сейчас хочу долги закрыть, да. У меня в процессе две пары варежек тамина, потому что я лоханулась и связала две левые варежки. Потом я задолжала мастер-класс по варежкам к комплекту изи-пизи, да. Потом я хотела еще снимать и вязать варежки вот такие фисташковые для Данила в комплект снутой шапкой. Получается, что как будто бы уже у нас тут весной пахнет, да, а я все по варежкам. Поэтому я не знаю. Хотя я и летом вязала варежки, и мастер-классы снимала по ним, да. Может быть, где-нибудь, скажем так, для разнообразия я буду периодически к этому возвращаться. У меня от этого было тоже три мотка. Это фисташка 193 цвет. Красивый, очень красивый цвет. Не всегда я такое любила, но вот сейчас как-то приглянулась. Снут у меня готов, а снута там осталось буквально немножко для бросовой нити буквально. Это шапка и снут. Шапка у меня будет двухсторонняя и двухцветная. Дальше здесь лежит два, ой, три мотка цвета 600D. Это меланж черно-белый, да, темный меланж черно-белый, потому что есть еще такой меланж, который посветлее тоже черно-белый. Здесь три мотка и два мотка у меня в процессе. Скоро выйдет вязальный влог. Я расскажу, почему мне пришлось немножечко, буквально на недельку сдвинуть, точнее на недельку заморозить вязание свитера для своего мужа, да. Вот, потому что я там снимаю мастер-класс по этому изделию и знаю, что ждете. Так, погнали дальше. Есть вот такой красивый коричневый цвет. Его, по идее, тоже должно быть три мотка. Да, так есть. Это цвет 207. Вот такой обалденный цвет. Очень надеюсь, что все будет передаваться правильно. Тоже три мотка, но сами понимаете, почему. Потому что Алина великая продажница. Зато у меня в этом году новая шапка со снудом, прям с варежками. Целый комплект. Вот вязала бы себе конкретно, наверное, даже не закончила. А так, знаете, вот зато есть. Так, есть у меня такой, по-моему, один всего моток. Это Нака на колен. Я, это был подарок, да, мне подписчица из России попросила меня, чтобы я в Беларуси, в магазине, который мне больше всего нравится, выбрала пряжу на определенную сумму. Сама выбрала. И она эту пряжу оплатит, да, для того, чтобы не переплачивать сумасшедшие деньги за пересылку, потому что почта реально жрет. Я не знаю. Ладно, если бы еще действительно прям как-то супер-пупер работали, да, а то еще могут и потерять. Значит, это Нака на колен. Тоже полушерсть. 59,41. Ой, 51,49, да, как обычно. Ну, то есть, тоже как Лана Гоу, только здесь 210 метров. Цвет 185, такой приглушенный, морской волны больше в синюю уходящую. Спицы 4,5, 5, крючок номер 3. Всего один моток. Просто на пробу для знакомства. Так, вот такой красивый синий, точнее джинсовый меланж, цвет номер 203. Я из него вязала летом и осенью, заканчивала. Кардиган себе есть на канале, мастер-класс. Надо мне превьюшку к нему сделать. Давно хочу. Это остаток от Руматы. От последней, да, Худи Румата. Цвет номер 237. Забыла название цвета. Не помню, девочки. Может быть, он Василек. Сапфир. Вот, значит, это все, что осталось от 8 мотков. Дальше. Есть у меня Лана Голд Файн. Точно такой же цвет. Оказался у меня совершенно случайно. Я когда заказывала для мужа, вот, для мужа худи, когда в прошлом году вязала, да, мне не хватало матка, по-моему, и я дозаказывала Наташи. И не под тем фото написала комментарий, да, и она, естественно, мне прислала то, что я заказала. Поэтому вот он у меня, денежный, да, теперь тоже есть. Так, вот такой розовый остался у меня от вязания кардигана по точной вязкой для себя. Цвет номер 265. Вот мне нравятся такие цвета, но конкретно этот мне как-то уже, наверное, надоел. Один моток у меня всего. Так, дальше. Вот такой моточек 240-го цвета. Это Алисо Лана Голд Файн. Так, это бумажка. А целый моток здесь, по-моему, я его тоже выкупала у Ириши. Так, вот это, походу, уже пошла пряжа другая. Это у нас, наверное, да. Вот эта пряжица. И где-то еще один рыжик лежит. Рыжик. Вон он на дне. Значит, это Ализе Альпака Роял. Значит, два моточка мне дарила Даша 55%, Акрила 30% Альпаки 15% шерсти. Что-то такое мы сегодня уже читали. Похоже был у Лады, да, Семеновский состав. На 100 грамм здесь 250 метров. Вроде как, да, длина такая нити, ну, небольшая. Вроде как Лана Голд, но она потоньше, конечно, идет. Цвет у меня 466 такой вот. Он не рыжий, конечно, но он такой песочный, может быть. Вот эти два мотка приходили в подарок. Вот эти два номера 60. А нет, это 01. Я покупала для заказа, вязала на заказ шапку и шарфик. Блин, опять этой фотки у меня здесь в телефоне нет. Надо поискать, я займусь, обещаю. Шапка была лисичка, вязала из головы. Очень хотела снять мастер-класс, повторить. Но, если честно, уже, наверное, сейчас точно-точно не повторю. Я могу, конечно, это изобразить еще раз, но это будет совсем по-другому связано. Вот. Изначально хотели из этой пряжи взять, заказчица выбирала сама, да. Но вроде как в мотке она мягкая, но когда я шарф связала, платочной вязкой вязала, в шарфике мне показался этот состав, ну, колючим для ребенка, да. Там на 4 года я, по-моему, вязала. Девочке тогда было 4 года. Поэтому я распустила, заказчица написала, имя заменили на Лану Голд обычно. И комплект они этот с удовольствием сносили. Значит, ну, тут какой вариант? Или это какая-то будет жилетка, да. Хотя я вообще, для меня туника, жилетка, это какие-то вещи, которые вообще не про меня. Ой, не понимаю этих изделий. Ну, еще, может быть, когда, знаете, распушной такой без... Ну, когда вот эта безрукавка такая вот, как будто свитер безрукавов, вот этого я вообще не понимаю, честно. Никто на меня не обижаетесь. Я говорю про себя конкретно, да. Вязали вон в завязке, девчонки, классно смотрятся. Но на себе я этого не представляю, поэтому, конечно же, я об этом не думаю. Вот, ну, не знаю. Что-то когда-то да будет. Тем более, что в любой момент можно докупить и связать то, что захочется. Значит, цвета я вам сказала. Погнали дальше. Здесь лежит два моточка пряжи Alize Lotus. Это ограниченная, по-моему, была серия к юбилею 30-летнему фабрике Alize. Здесь 40% полиэстер, 33% акрила, 22% шерсти, 5% альпаки. Ух, устала говорить. Спицы 3-6. Она такая... Короче, это шнурок, да, набитый вот этой шерстью, альпакой. Но она достаточно такая тоненькая и вот... Как это сказать? Жиденькая, да. Здесь на 50 грамм 175 метров. Я бы, наверное, ее две нити бомбанула, но мне кажется, что будет очень видно. Да, потому что, кстати, такая структура нити непростая, а шнурок... Ну, в общем, не знаю, пока идей особых нет таких, ну, или, может быть, потребностей просто нет, да. Цвет 0,5. Это мне одарила Аня, знакомая моя из города, в котором я жила. Так, теперь здесь у меня пряжа, это анекдот. Значит, есть у меня такая привычка, когда я беру в интернет-магазинах пряжу, да, на обзоры, и если вдруг у меня там остается какая-то сумма ни туда, ни сюда, на какой-нибудь там, ну, 200 рублей российских, да, я иду в бюро Ализона Волт классик цвета 62 или 0,1. В зависимости от того, что там есть, да, потому что это такой красивый цвет, что мне кажется, что ему всегда найдется применение. Вот в этом случае это два мотка цвета 0,1. Мне кажется, что это не вся пряжа такого цвета. Так, дальше, смотрите-ка, еще одна Ализона Голд классик белого цвета. Я при том нашла еще клубок, да, вот он у меня сейчас в работе, я сегодня начала правую варежку вязать, а сама думала, что у меня уже больше нет этой пряжи, чуть не докупила. У меня, оказывается, еще 200 грамм ее. Так, что еще здесь из Ланы Голд? Вот такой бордок, цвет уже не подскажу, но это не рубин, это бордок конкретно. Я покупала, потому что собиралась маме вязать на день рождения шапку, она внезапно сказала, что ей такой цвет уже не нравится. Знаете, для меня в 29 лет, да, в 29 лет это было таким шоком. Она всю жизнь любила бордовые цвета, рыжие такие, бордовые, и тут внезапно она мне заявляет, что она теперь любит синий. Я аж глаза протерла. Вот, но у меня остался целый моток, но куда-нибудь допущу. Может быть, опять когда-нибудь во мне проснется дохлый продавец готовых работ, и я опять шапок навяжу. Так, дальше у меня есть еще 300 грамм цвета баклажан, по-моему, это 111 цвет. Я, у меня муж любит фиолетовый цвет, я хотела взять свитерную, и решила, что он подходит, да. Мне там продавец и так, и так пофоткал, вроде как на фотке, но вот оно, но он такой человек, принципиальный, вот фиолетовый должен быть идеальный фиолетовый, а вот это немножко не идеальный фиолетовый, поэтому пряжа осталась просто в запасах. 300 грамм, опять же, ну, какой-то комплект создать вполне себе можно. Вот, тем более, что в этом году, в вышедшие, да, в сезоне, предзимним, скажем так, я не осуществила, на самом деле, но столько еще идей по вязанию комплектов, аксессуаров, вы себе даже не представляете. Я недавно тут чистила рабочий стол, и у меня там висит папка для аксессуаров, то есть я там какие-то зарисовки, какие-то схемки туда, из различных, там, допустим, листовая журнала, да, вижу какой-то свитер прикольный, хоп, выхватываю оттуда кусок, да, как-то само так получается, и все, я уже вижу шапку, я уже вижу, как это связать, как это закрыть, из чего это связать, как это будет смотреться, и уже хапаю это в себе в папочку. И там у меня больше, по-моему, короче, на 11 комплектов, по-моему, еще, вот, поэтому в новом сезоне будем творить еще. Так, смотрите, это как раз таки, по-моему, Семеновская Наташа, Наташа, или, или Светлана, Наташа, Светлана, у меня была голубая, Наташа была белая, я начинала вязать снов, но вот тут та самая скрутка, которая мне не нравится, такая витая, да, я распустила, и вязать было не очень, не очень, просто улайн-болк, не очень, честно скажу. Так, здесь у меня два матка, Ализе, нет, Вровня Нартан Горорам, салатовый и молочный, лежат лет 7, может быть и больше, даже если честно, я не вспомню, не знаете сколько, 10, 10 лет этой пряжи, я покупала, собиралась что-то вязать, какую-то штукенцию, у меня только-только родился Данила, да, Даниле летом 11 лет уже будет, и я что-то хотела такое прикольное связать, но у меня времени не хватило, вот, здесь не полная матки, аж интересно стало, что я там такое хотела, цвета конечно уже не подскажу, так, ламаголд, скорее всего, вот это еще, да, это вот, это вот как раз таки, наверное, 62, да, потому что он идет чуть-чуть посветлее, и вот это, это тоже вот, вот это вместе, это скорее всего остаток от шапки, с шарфиком тем детским, 62 цвет, а вот это, ламаголд плюс, тоже остаток, у меня есть синий мотор целый, и вот это, и это надо как-то скомбинировать, эту пряжу из своих запасов, утилизировать, да, потому что, ну, нет смысла ее хранить, хотя я не могу сказать, что у меня когда-то там, так меня напрягали мои запасы, что я прям начинала вязать из остатки, просто иногда хочется что-нибудь, пофантазировать, знаете, из ограниченной серии, это, ну, знаете, заставляет, какие-то возграницы иногда заставляют, фантазию немножко зашевелиться, да, ну, я так считаю, так, по-моему, по Ализе, а нет, вот еще есть Ализе, Суперлана Классик, белого цвета, у меня там молочный, да, поэтому беленький останется просто полежать, здесь 270 метров, 280 метров на 100 грамм, 55 цвет, 75 акрила, 25% шерсти, так, теперь поехали дальше, фу, холодючка страшная, мне писали, я просила вас, об этом, и вы мне написали, да, я рассказывала о том, что я вязала, из вот этой пряжи, Нако, Суперлана Спешл, комплект тот самый, Изи Пизи, да, я вам ставлю фотографию, не так давно был мастер-класс на канале, простецкий узор, но в то же время, это то, что я считаю, должно быть в гардеробе, каждой девушке, да, что-то очень простое, на повседневную, вот когда, знаете, нет настроения, что-то такое ранистое, или там, ляпистое одевать, что-то попроще, вот, я снимала мастер-класс, там у меня есть снутая шапка в одном видео, еще есть варежки такие, да, надо их снять обязательно, вот у меня для этих цельный моток, у меня где-то еще остатки лежат, от предыдущих двух изделий, потому что осталось от шапки, наверное, еще грамм 30 с хвостом, и я говорила о том, что пряжа дико вонючая, но она реально пахнет говном, простите, вот знаете, как будто бы прям вот с под горячей лепешки, достали эту пряжу, но я извиняюсь, на это так и есть, вот она сколько лежит, уже полгода, и вообще не выветривается, при том, что раньше она лежала у меня как-то отдельно, проветривалась, нет, не помогло, так, ну и теперь, тут уже пошло всякую разную, это пихорка, я никогда не запомню, это или перспективная, или, или какая-то еще там есть, такая похожая, это полушерсть, здесь 250 метров на 100 грамм, покупала, вязала варежки на заказ, у меня нет фотографии тех варежек, я их специально не делала, потому что, фото, скажем так, 18 плюс, вот, и у меня остался вот этот моток, я комбинировала с коричневым, таким темным, да, жаккардом вязала, и коричневый я извязала мужик с твитером, манишку, самую, так, теперь, Color City, пряжа, которой я не доверяю, Color City Kangaroo Wool, это 95% шерсти мериноса, еще не понимаю где-то, что, 5% кенгуру, цвет номер 200, да, здесь 300 метров на 100 грамм, она как раз таки, вот такая ластра, шерсть, но мне она не очень нравится, по ощущениям, но я от нее отказываться не хочу, потому что когда-нибудь меня все-таки разобрет любопытство, и я ее повяжу на образцы, возможно, что-нибудь, ну, не знаю, какие-нибудь перчатки свяжу, к примеру, да, потому что вы все тросите перчатки, а я их так не люблю носить, да, мне комфортнее ларишки носить, серьезно, перчатки я люблю весной, и, из ткани, господи, слово забыла, да, черненькие, такие прикольненькие, вот, дальше, я хотела познакомиться, ну, пощупала, на этом все мое знакомство, это ланос альпакана файн, 100% шерсти, а нет, вру, гляньте, нагло вру, 35% мерина, 40% акрила, 25% альпаки, 220 метров на 100 грамм, пряжа красивого синего цвета, большой рыхлый моток, хотела вязать своим мужикам по шапке, ну, что-то они там завыпендривались, типа, ой, не надо, не надо, у меня есть, и, короче, и все, не хотите, как хотите, картофу мерина ярм, 100 грамм, 170 метров, вот это как раз-таки 100% шерсть, какие-то бумажки везде, вот этот моток красивый, он такой, знаете, из двух вот этих вот, ой, ну, красивый сделан, согласитесь, такое хочется купить, цвет, слушайте, я не сказала, вот здесь синий, это цвет 952, а вот этот серый, ааа, слушайте, а найти-то не так уж просто, так, нашла, ка 645, такой серый, с немножко голубым подтоном, вот, дальше, на рукодельной встрече, мне, дарила, Нако, артист, артист, куда он в дарине поставит, это 100 грамм, 150 метров, пряжа, одновременно, и секционная, и меланжево, прикольная расцветка, я хотела в этом году, создать из нее шапку, лицевой гладью, или резинкой, там, типа, 4х2, 6х2, он такой, неравномерный, скажем так, цвет это 76 530, на руки у меня до нее, так и не дошли, но я просто слишком долго рожала, да, и, не все успела в этом году, но зима не последняя, поэтому один моточек, сильно много места не занимает, ланосу банито, так хотела попробовать, так хотела попробовать, но вот пошупала и успокоилась, 901 цвет, 100 грамм, 300 метров, полушерсть, так же, как и в Алисе состав, лана голод, мне прикалывают их, не вот эти мотки, такие они, прикольные, это я у Ервы выкупала, так, погнали дальше, это мне приходило в подарок от Ксюши, по-моему, Александра Бэмби, это итальянская пряжа, полушерсть, если я не ошибаюсь, здесь, 75% мереносовая шерсть, 25% акрил, 50 грамм, 200 метров, цвет номер 58, спицы 3-3,5, у меня таких 2 мотка, 100 грамм, максику, что-нибудь свежу, потом, такая вот пряжа, из той же, из того же Бамбруйска, Бьянка Сапфира, это, Янар, производитель, 100% шерсть, 400 метров на 100 грамм, очень тоненькая ниточка, похоже, опять же, на обработку ластер, но, может быть, я могу ошибаться, ничего не попробовала, но тактильно, она прикольная, и мне кажется, будет очень теплая, так, и теперь у меня здесь еще лежит, 5 мотков пряжи, которые, я даже не знаю, как это, нет, Оксфорд, Витолга, не знаю, девочки, это мне дарила Наташа, прикольная ниточка, она блестит, как будто с добавлением вискозы, здесь 30% шерсти, 70% бакрила, на 100 грамм, 200 метров, пряжа сделана в Румынии, у меня ее, 5 мотков, целая упаковка, это был подарок, так, не буду уже я доставать оставшиеся 2 мотка, не вижу в этом смысла, ох, слушайте, сколько у меня всего, вот эта пряжица, приходила мне в подарок, это LAND YARNS, LOFT, цвет 90 980.0033, почти как мобильный номер телефона, 100 грамм, 160 метров, состав, 100% шерсть, красивый цвет, очень, меланж, серо, сизо, синий такой, будет однозначно, какая-то шапка, конкретно на мою башку, я надеюсь, что в следующем году, и вот такая красота, приходила мне тоже в подарок, из Израиля, это, слушайте, я не прочитаю, я вам только скажу, что здесь, что я скажу, я тут вообще ничего не вижу, значит, 35% не знаю чего, потом Коала 30%, Пальпака 20%, акрила 15%, цвет размыт, к сожалению, предположим, что цвет номер 910, смотрите какой, красотища, 100 грамм, почему не написать метраж, странно, очень странно, у меня 4 мотка, я ее, I don't know, на что это хватит, так, богатство, вот это богатство, это богатство, это мне приходило в подарки от Софии, слушайте, я тут скобами забила, можно я не буду распаковывать, это 100% меренос, 100 грамм, 320 метров, очень красивого розового цвета, даже скрутка, меня не смущает, здесь у меня 400 грамм, пряжа, ну, такая средненькая, по толщине, да, надо повязать образцы, по идее, должно распушиться, раскрыться, например, на спицах, номер, может быть, даже 4, ну, может быть, 3,5, 3,75, в идеале, да, у меня есть чайкушки, я их, кстати, уже опробовала, в ближайшее время буду снимать видео про спицы, фавориты, не фавориты, буду высказывать свое категоричное мнение, готовьтесь, да, значит, здесь 400 грамм, по идее, на меня бы и может быть и хватило, но мне килограммчиков там, несколько скинуть, тогда можно не сомневаться, для носков рекомендует, вот здесь все написано, 2,25-2,75, для изделия какого-то, от 3 до 4, ну, вот, как я и хотела, чтоб хватило, дадут на 4, такие классные эти косички, я их пощупала, и все, и быстренько убрала, так, это вот у меня перемотаж, это не просто так, это у меня, вот такая пряжа, я совсем про нее забыла, какая она классная, это ж, возможно, ребенку было создать комбинезон, ну, ладно, не последняя зима, значит, это, ровно, очень дорогая пряжа, у нас она стоит, реально, можно сапоги зимние купить, вместо вот этой пряжи, да, там, какое-то изделие, 50 грамм здесь, это, сколько метров, 113, 50 процентов шерсти, 50 процентов хлопка, 27,43, возможно, этот цвет, рекомендует спицы номер, 5, чего, 3,5-4, не туда посмотрела, я не сняюсь, значит, у меня, 2, 4, 6, 7, и вот здесь, скорее всего, еще 2 моточка перемотанных, потому что, видимо, что-то собиралась, или может быть, просто рассыпалась, или что меня дернуло, перемотать, вот, ну, в общем, это было последнее, что было в этом контейнере, так что, вот еще столько полушерсти, на следующую зиму, мне вряд ли будет необходимо, что-то докупать, или покупать, хочу это сфоткать, со стороны, чтобы вы потом, на заставке, посмотрели, как это все, смотрится, это очень много, так, ну вот, разобрались с полушерстью, в контейнере, это был седьмой, предпоследний контейнер, сейчас я еще покажу вам, пряжу, полушерсть, в упаковках, у меня еще есть немножко, и мы переключимся к последнему контейнеру, перейдем время, третий час, я планировала к этому времени, уже закончить снимать, а мне еще часа на два работы, ну, ладно, зато я так закончу это видео, так, сейчас это все пересчитаю, и скажу вам, сколько здесь было пряжи, и так, в том контейнере, у меня оказалось, 6 килограмм 600 грамм, ну, вот вам для сравнения, да, в один контейнер, влазит 10-11 килограмм хлопка, и всего 5-6 килограмм шерсти, так, теперь мы сверху этот контейнер, попируем еще упаковочками полушерсти, значит, для начала, 8 мотков, это опять же то, что приходило в последних посылках, Vita Sapphire, я буду вязать в этом году и зелесть этой пряжи, это шерсть с акрилом, 100 грамм 250 метров, шерсть ластер, я хочу вязать на спицах крупных, поэтому буду вязать в две нити, цвета у меня 1503, у меня ее 8 мотков, и я сейчас уже думаю даже о том, что мне в две нити может и не хватить, так, 800, и далее 600 грамм Alize Sperlana Classic, цвета 62, или 0,62, да, я не всегда различаю эти два цвета, потом 5 мотков вот такого зеленого, красивого, но пока я вижу, что он темнеет, передается, это unity light, стопроцентная шерсть, здесь, боже, почему я в рук постоянно, полушерсть на 100 грамм 200 метров, целая упаковка, так, что еще здесь у меня, я пытаюсь кратиться, на 1 ноге, чтобы понимать, что он мне показал, а... так, жесть, тут у меня, Vita Candy, вот это 100% шерсть, 100 грамм, 178 метров, всего 1 моток на пробы, скотчиком заклеено, очень красивый цвет такой розово грязно потом это у меня раны был фибра натурам 2 матка на обзор брала 50 грамм 100 метров и это стопроцентная шерсть если нет 65 ну да virgin вулл и переработанная какая-то в общем шерсть это фибра натуро турецкая пряжа два матка у меня таких вместе они лежат потому что они вот прям так и приходили тут у меня три моточка очень красивый цвет янартом гора рам небесно-голубого я собираюсь вязать кардиган летний из этой пряжи такой летний весенний потом фибра натуралима это опять же стопроцентная шерсть super wash на 100 грамм 200 метров цвет такой но бледно-салатный не за 200 грамм дальше дамы матка черный ализе лана gold classic тоже собираюсь вязать пряжи целая куча бэби булла сейчас она здесь его при этом значит смотрите baby вот вот это ярко розовый 4 мотка там вот здесь еще пять шесть семь восемь девять десять серый цвет и бледно-розовый и здесь два матка мятных три матка серых три бледно-розовых цвета если хотите я вам все равно не скажу потому что тут все так аккуратненько запаковано не хочется расковыривать так из полу шерсти здесь у меня еще лежит значит вам а . бы зал бы бивулок цель до их можно нельзя там нет места потом моток baby merino белого цвета один всего лишь и вот такая насочная пряжа была господи где-то вход подарки вот такая насочная и мы сюда сейчас или надрот а здесь у меня на кубоку фиолетовый это для мужа это на к ализе baby best процент на 3 коричневого цвета для вязания игрушки медведя у меня есть еще джинс но я еще общем окончательно не определилась с тем из чего это буду вязать да придет время я посмотрю значит этих два моточка сюда попробуем спикнуть и вот baby merino drops не успела попробовать наверное стоит и определить в мешочек хотя там тоже уже нет места так вот так потом здесь еще 3 мотка пряжи от троицкой это люкс это мериносовая шерсть на 100 грамм на 50 грамм 200 метров красивый мятный цвет 3 мотка это я сама себе покупала на нитбай на нашем белорусском сайте потом вот здесь у меня в пакете еще одна пряжа литовская от татьяны вернит то чего-то там собиралась этот носок 2 смысле вот такая пряжица синенькая красивенькая черный baby wool кстати по идее где-то должен был быть еще один но вот и не нашелся почему-то и есть еще здесь вот на кумирина blend но у меня их больше вот еще 4 4 это стопроцентная шерсть здесь на 50 грамм 105 метров наверно следующем году мы ее потестируем потому что она прикольно она конечно колючая для деток но может быть как раз таки вот как в садик любит дать детям типа жилетки теплая чтобы там их не продула вы как раз таки наверное это бы пряжа подошла так ну и сейчас я вот это уберу уже потому что стало не видно есть у меня здесь еще сзади немножко пряжи и и вроде бы все еще две коробки девочки ужас но все моё так часа посчитаю и вернусь так там у меня было 4 800 здесь еще смотрите два матка вот такой пряжи и вот такой это зимний вариант от пихорки прямо . цирк красиво сиреневый но не сиреневый он он лотос да точно это 95 процентов шерсти пять процентов какого-то ли акрила на 100 грамм 100 метров толстая пряжа не очень любимая мной скрутки уже много раз говорила у меня и 300 грамм я хотела взять какой-нибудь прикольный толстенький комплект но опять же не успела это получается уже 5 200 и с 1 гарм стопроцентная шерсть в которой мне не понравилось потому что она колючая до ужаса и не знаю это только на носке честно не обижайтесь кто фанат но это какая-то очень колючка спицы пять с половиной возможно так и у меня я 100 грамм сегодня на пробу я брала ну вот картильное ощущение очень 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 не моё значит еще 400 грамм к тем 4 800 до 4 900 там было 4 не помню пусть будет 800 значит 4 900 5 5 200 и здесь же немножко еще летний пряжа упаковка дайте запишу сейчас опять заводу 5 и 2 упаковка джо отсям цвет прикольный но в общем не этот я ожидала цвет говорила уже характеристики чуть ранее цвет единственно скажу номер 13 потом фигурка лаконичная очень классная пряжа мягкая это полухлопок здесь двести двенадцать метров на 100 грамм очень мягкая пряжа отличный аналог газа боби-ву боби-коттон она и дешевле выходит потом хлопок классический от пихорки цвет номер двести двадцать третий береза здесь по моему 333 метра или нет или я буду брать двести пятьдесят метров на 100 грамм целая упаковка и вот эта классная пряжа которая была очень восхищена тактильно когда я получила целая упаковка soft cotton твита очень мягкая пряжа этот стопроцентный хлопок сто семьдесят пять метров на 50 грамм вот значит еще 500 кило кило 502 еще два килограмма два красивые у меня цифра мне там писали в instagram что меня почек красивый сейчас я развею этот миф так в этом контейнере что-то я уже показывала что-то нет но я ничего этого не считала потому что заблудилась и малюк да здесь у меня пехок гламурная по-моему ее и показывала я точно не показывала дропс не пал два матка вот этот слоним которая затерялся до точно не показывал альпаку перуану или показывал не помню в общем вот такое еще тут богатство надо вот это вот отсюда подоставать конечно этому здесь не место а вот это я отложила на съемку обзоров пряжи вот поэтому я иногда раньше показывал да нет смысла это вот отсюда забрать я его искала вот не буду уже опять все это повторять поэтому сейчас аккуратненько сложу пересчитаю и запишу так еще кило 800 в том контейнере маленьком и осталось еще контейнеры две большие коробки я честно говоря уже подустала так в этой коробке у меня все подарки нет трудно все значит носочная пряжа твистер socks покала такая вот секционка подарок от марии цвет 155 состав как обычно видимо потому что я что-то не вижу а вот ну да как обычно и метраж как обычно 100 грамм 420 метров на канале у меня есть очень популярный мастер-класс по вязанию носков с пяткой бумеранг если вдруг не умеете взять носки тут вам очень подробное видео приходите научу дальше это по моему американская пряжа но я могу врать очень если знаете напишите потому что я не знаю тоже 420 метров на 100 грамм тоже до 75 шерсти 25 полиамида и это red от красное сердце значит вот такой зеленые вот такой бежевый и и и и и где-то же еще есть видимо ушел на дно ладно найдется дальше drops харизма это из последнего подарка от галюни 5 моточков это у нас цвет номер 17 состав стопроцентная шерсть будет что-то максику может быть и нет почему сразу синий максику так дальше 2 на . и велифу это я сама покупала на трогу ничего ну мягкая да это стопроцентно минусовая шерсть 489 цвет 50 грамм 90 метров 2 матка на пробу брала 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 какая нафиг разница так что я ее получила понимаете так 2 матка drops мускат фиолетовый цвет такой красивый баклажан до стопроцентный хлопок цвет номер 38 подарок от олеся так дальше вот еще милина молон да вот как раз таки я говорила что у меня чуть не такой моток есть это 100 грамм 240 метров до это от паулины приходила потом катя остров а полушерсти вот таких два моточка бежевого цвета цвет номер 18 тоже подарки было так ой 33 ну вот и где же тот носочный моточек а вот смотрите еще один зеленый это такая же вот у меня там же есть в том контейнере да с элитной пряжи но туда уже больше не влезет вот тот носочный еще один оранжевый здесь потом еще вот такая бобина ты вида я так и не спросила уголь и что это за пряжа тут написано что-то кориаджи я же в этом вообще не бомбом цвет красиво вот наверное это лучший твит который можно было мне подарить потому что я ж не фанат да знаете этих всех крапушек сумасшедших но здесь это так ненавязчиво мило и симпатично я даже бобину это не взвешивала ну потому что я скорее всего буду проводиться на машине вязальной да и ближе к тому моменту я и разберусь потом три офигенные пасмы полухлопка демси это 100 грамм 220 метров 660 метров получается три пасмы но это майка до без рукавов какая-то на широких бретелях меня была мысль заказать но я посмотрела 7 евро паулина мне посмотрела до 7 евро за пасму плюс пересылка выйдет мне в копеечку плюс еще таможня наша прицепиться потому что 7 евро на 3 это 21 и там еще чего-нибудь прицепит допустим да ну в общем невыгодно совершенно в нашей стране жить значит спите рекомендую 4 можно попробовать мне кажется должна четыре с половиной повязать это 50 процентов локу 50 процентов вискозы очень красивая пряжа очень приятная тактильно только штупал бы и штупал бы сказка и теперь целая куча хлопка от mondial это из двух посылок 1 посылок мария была 2 паулина вот такой хлопок это все mondial cotton soft да просто есть моточки с такими карапушками голубой цвет 0296 вы мне там писали да что пряжа не бюджетная в курсе но поскольку у меня ее много я собираюсь взять изделие то мне было интересно поделиться с вами своими тактильными ощущениями и впечатлениями от этой пряжи тем более мне она понравилась да я вообще как бы не сторонник дорогой пряжи вы все прекрасно об этом знаете но если выдалась возможность повязать с чего туда у меня и много получилось то почему бы и нет значит вот таких 4 салатовых и 4 стесня здесь 3 значит 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 там 3 потому что таких было 6 салатовый цвет 0291 потом оливки 4 мотка этот цвет у нас 06 42 значит по поводу вот этих моточков цветных я не есть задумка но мне нужно подходящие белые пряжи по метражу а у меня подходящие по метражу есть но она мне кажется по скрутке отличается да можно воспользоваться белой но опять же надо наверное просто образец вместе за связать то что я вижу вот прям воплотить в образце потому что кажется что это пряжа немножко мягче чем было значит малиновый цвет 08 66 наводка у меня его таких и оранжевый 0161 только сейчас заметила что этикетки разные но ничего они вообще очень похожи правда ведь да значит оранжевых раз два три четыре пять шесть и седьмой у меня перемотаешь отправился в другую коробочку и здесь же еще вот такой хлопок от dmc яме на 50 грамм сто пятьдесят пять метров стопроцентный хлопок цвет очень далеко запрятан не вижу девочки не хочется распаковать потому что таможенники поиздевались от души на футбол играли вот они меня там любят на таможне здесь у меня четыре таких мотка так это получается все все хлопок тут у меня такой классный мешок лежит может мне в мешок лучше это все сложить чем в коробку эту страшную так ну шерсть у меня однозначно идет в контейнер потому что там осталось место да вот такой мешок смотрите какой классный вот ну посчитаю за одну и еще одну как так в той коробке было два килограмма 600 грамм и бобинки не интересно сколько весит поэтому я как и написала бобина так еще одна коробка значит филадискозия последняя последний по моему обзор это стопроцентный хлопок да да тоненький на 50 грамм здесь двести двадцать шесть метров брала на ну чисто из любопытства честно скажу цвет номер 013 моточку у меня его это пряжа су производитель кутнор тоже да по моему да дальше пока вижу два матка возможных два наверное есть на лиза дива сил к эффект цвет номер шестьдесят два теперь я понимаю что скорее всего это не такой цвет как у меня есть запасов я уже не помню просто два матка голубого бэйби вулла они просто здесь давно лежат уже этот цвет номер сто двадцать восемь талая вода на комбезе но чувствую до комбезе кому уже не дорастет ализе кашмира 684 цвет стопроцентная шерсть вижу сейчас комбинезом с этой пряжи и у меня было какое-то подозрение о том что может пряжи не хватить поэтому я заказывала моток в итоге мне он не пригодился но применение конечно я ему найду ализе baby bass желтый цвет номер 200 поняту наверно сто тринадцатый покупала для зайца для вязания зайца мастер-класс есть на канале игрушка крючком и думала что пригодится два мотка в итоге пригодился ну почему-то всего один но естественно один остался потом стопроцентный хлопок от производителя контекст называется он бонди 100 граммовые моточки 270 метров цвет серебро по моему назывался серебристый 008 вот такой вот вообще незнакомая для меня пряжа не производитель не а сам артикул дальше пряжа лама это уже пошла снова шерсть лама соната это у нас полушерсть по ощущением очень мягкое приятное у меня 5 мотков цвет бежевый 005 до 5 мотков так дальше здесь же ну вот то о чем говорила когда я в догонку беру лана гол 152 цвет значит два мотка 152 цвета я не знаю зачем я не брала ну что-то наверное хотела потом так вот это можно убрать и книжки не нужны совершенно и оцените того красивый цвет мне кажется мне есть такая пряжа уже так это супер вошь однотонная но она все равно меланжевая немножко носочная до пряжа и один моток а из зона gold find цвет номер 245 вот такой так и здесь ну вот да это вот три матка 01 и один моток 62 года внутри на . это как раз таких когда говорит что я в догоночку всегда беру и последнее что в этой коробке это стопроцентная таргетинская шерсть от компании context на 100 грамм 200 метров цвет называется джинса 22 вот у меня я тоже 5 мотков очень надеюсь что сейчас эту пряжу выглядит пластиковый контейнер который немножко опустел после того как я из него достала скрипучий акрил ну зрительно ли мисс вмещается за сейчас посмотрим как это на деле так ну и еще три килограмма получается так девочки честно скажу у меня поджимает время сейчас время четвертый час мне через два часа уже забирать малыша своего поэтому на сегодня это все кажется да я сегодня на снимала на два часа своих запасов но за кадром то сколько еще перемещение вы не представляете да все протереть заодно конечно же до пыль протирается что-то местами меняется пересчет подсчет перекладывание подняла опустила короче у меня такая сне интенсивная тренировка я бы сказала остался у меня последний контейнер с пряжей там дурдом честно скажу там и хлопок и всяких клубочки и моточки я пока буду монтировать то что уже наснимала я постараюсь у меня вроде бы завтра заработать должно быть я постараюсь купить для обрезка близко маленьких клубочков отдельный контейнер чтобы оттуда их ликвидировать а вот и уже до сниму отдельный этот контейнер один контейнер я справлюсь в принципе и с максом муж заберет на прогулку сходит допустим я успею за это время отснять поэтому на сегодня я буду снова заканчивать давайте подобью скажу сколько я сегодня насчитала в этих нескольких контейнерах значит так 36 килограмм 100 грамм но я другого не ожидала да то есть у меня уже по моему за сотню перевалило может быть я правильно ошибаюсь но вот еще один контейнер что-то уже кстати из того что я снимала в первых частях ушло в процессы это не может не радовать это горит о том что мои запасы двигаются да то есть это не лежит мертвым грузом есть же конечно пряжи которые лежат годами но даже на них у меня кое-какие задумки есть просто как бы в голове идеи тысячи поверьте просто все одновременно не свяжешь и поэтому приходится ну как бы в приоритете до выбирая то что в приоритете и вязать вот так что на сегодня закончу и уже какой-то другой день сниму отдельно этот последний контейнера может быть завтра даже потому что сейчас мне даже ноги уже устали и руки и все на свете у меня первую очередь встал язык балдеть пойду я пообедаю и сяду за съемки мастер-классов я надеюсь что вам нравится такой формат видео и что я не зря трачу свое время и силы на вот это все перебирание вот но все хорошего дня